Всем привет! Это Ирина Воскресенская и я продолжаю серию рецептов, которые можно будет готовить для новогоднего постного стола. Надеюсь, вам рецепты всем понравятся. В принципе, вот сегодня мы с вами будем готовить рецепт с таким названием. В оригинале я прочитала, монастырский называется, но салат очень вкусный. Мне он очень понравился. Думаю, что даже не постящимся людям он очень понравится. Давайте готовить. Для его приготовления нам понадобится огурец свежий. У меня большой огурец тепличный, но можно два маленьких, например. Смотрите, как у вас будет попадать. В общем, один-два огуречка. Лук зеленый нужен нам будет. Салат айсберг. Если нет салата айсберга, предполагаю, что можно заменить китайской капустой. Она тоже такая очень хрустящая и нежная. Но все-таки айсберг лучше. Консервированы ананасы, грибы, свежие шампиньоны, лук репчатый, одна штука нам понадобится. И сотворной. Нам понадобится один стакан. Майонез. Конечно, если найдете постный, это очень хорошо. Я вот в этом рождественском посту не могу нигде его найти. Пользуюсь обыкновенным. Масло растительное нам понадобится для обжаривания лука и грибов. Так, что нам еще тут нужно? Соль, перец это для жарки грибов с луком. Вот. Кажется, все. Еще мне для украшения я купила красный перец сладкий. Вот. И потом в конце я вам покажу, как я буду украшать. Но, в принципе, украшения, насколько у вас есть фантазия, может, намного интереснее можете украсить, чем я. Я покажу, как это буду делать я. Ну, все-все-все рассказала. Давайте готовить. И первое, что мы с вами сделаем, это я сейчас порежу миленько лук. Средне порежу шампиньончики. И мы это с вами обжарим. Где-то 5 минут обжарим у нас займет. Вот так мелко я порезала лук. И сейчас покажу, как я порезала грибы. Просто вот пополам грибочек сделала. И вот так и порезала. Ну, и сейчас мы их обжарим. Еще раз говорю. А, да. Значит, сначала мы будем обжаривать лук немножечко. Его пожарим, чтобы он все-таки был... Если мы сразу положим грибы и лук, то лук будет, он такой пареный будет. Тушеный. Вот. Потому что грибы дают влагу. Значит, сейчас мы нальем масло. Обжарим лук. Добавим грибы. И где-то 5 минут с вами обжарим. Чтобы влага лишняя ушла. И грибочки немножко стали румяненькими. Нажигаем по плиту. Ставим в сковородку. Нальем немного масла. Что вот хорошо в таких дозаторных бутылочках, что масла много налить нельзя. Сейчас обжарим с вами лук. Следите только, чтобы, конечно, его вынес... Ну, чтобы он не сгорел у вас. Потому что горелый лук нам совершенно не нужен. Он даст неприятный привкус. Так что вот сейчас вот хорошо все... Сковорода накалилась. Жарка идет очень хорошо. Сейчас с вами немножко просто убавим. И будем следить за тем, чтобы лук у нас не сгорел. А только стал румяненьким немножко. Лук у нас стал зажариваться. Это хорошо. Мы сюда добавляем грибы. Грибов в столах. Нам надо где-то 400 грамм. Довольно-таки много, кажется. Но они сейчас ужарятся и их будет мало. Грибы надо будет поперчить. И посолить. Солить надо немного. Потому что этот слой мы будем промазывать еще майонезом. Ну, вообще, конечно, все на вкус сделать. Я не люблю очень соленые салаты. Поэтому соли в салат всегда кладу очень мало. А в некоторые вообще не кладу. Вот обычно кладу соль только если где есть грибы. Потому что они совершенно безвкусные. А в основном, даже вот когда делаю просто огустые помидоры с зелень. Если я делаю это с майонезом, то я никогда не солю. Если делаю со сметаной, то солю. В общем, солите на вкус. Все, вот они у нас уже хорошо, благо ушло. Они, видите, вот опали. И сейчас они уже начнут обжариваться. Как они только будут, вот такие зарумяниваются. Все, грибочки наши будут готовы. Мы выключим огонь. И их нужно будет остудить. Первым слоем мы на тарелку будем вкладывать с вами вареный рис. Хорошенько его сейчас распределим по тарелочке. И вот этот слой у нас смазывается майонезом. Следующим слоем у нас идут наши грибочки обжаренные. Мы их сейчас распределим тоже аккуратненько. И этот слой майонезом мы не смазываем. Так как грибы у нас жарились в масле. И они сами по себе очень жирные. Достаточно будет майонеза на первом слое. А вот рис, так как он сухой, смазать первый слой надо очень хорошо, обильно так майонезом. Так, грибочки мы распределяем. И сейчас мы будем с вами на этот слой выкладывать салат Айсберг. Салата нам где-то половину белочка понадобится. Ну, в принципе, посмотрим. Белки все разные. Вот, так что... Просто сейчас я нашинкую очень таким полосочками тоненькими. Потом еще, наверное, порежу вот так вот. Вот, ну, в общем, не мельчите, но и чтобы не очень уж крупные такие были кусочки. Потому что, ну, чтобы есть было удобно. Вот. Вот покрыли мы с вами его салатика. Вот так рыхленько, так все хрустяще получилось. Ну да, где-то половина салата. Чуть-чуть я еще побольше отрезала. Вот такого салатика плавенько у меня ушла. Сейчас мы помажем майонезом. И уже будем покрывать с вами ананасами. В рецепте заявлено, что 400 грамм нужно ананасов. Я посмотрю, сколько это будет. Вот. Кубиками порежем. Значит, сейчас майонез, а потом кубиками ананаса консервируем. Я взвесила ананасы 400. Это вот 10 таких кружочков. Мне кажется, это много. Я сейчас порежу, буду укладывать и скажу, сколько кружочков я буду использовать. А так при рецепте 400 грамм ананасов идет. Ананасы у меня ушло 8 кружочков. Ну так вот, не мелко, не крупно я их вот так вот порезала. Аккуратненько выложила. Вот этот слой смазывается майонезом. И на него мы будем с вами резать зеленый лук и огурец. Вот. Вот так миленько я порезала огуречек. Также очень мелко зеленый лук. Украсила. Положила вот этот слой. Кстати, вот с икеевскими ножами они очень острые. Очень хорошо все это резать. В конце видео я дам ссылочку на свои покупочки в Икее. Посмотрите, может быть, что-то кому-то приглянется. Вот этот слой, он последний. Мы его хорошенько смазываем майонезом. И будем уже украшать. Как я решила украсить? Я взяла вот перец красный. Взяла вот звездочки такие для печенья. Сейчас вырежу звездочки. И аккуратненько их разложу по салату. Наш салат готов. Он очень нежный. Вкусный. Так что пробуйте. Украшайте на свой вкус. Я, в принципе, вот решила его. Так, последний слой зелененький такой, новогодний, как елочка, как будто под снегом проглядывает. Я решила повесить на эту елочку такие вот звездочки. И еще, так как остается от перца много-много лишнего всего, как бы конфетти вот такое раскидала. В принципе, можно еще, наверное, купить желтый перец и еще сделайте желтенький. Ну вот и все. Салат мы приготовили. Не забудьте подписаться, чтобы не потеряться и не пропустить новое видео. И проходите по ссылочке. Смотрите, что я прибыла в Икее. Вот сейчас вы видите на экране. Нажимайте и смотрите. Новые рецепты к Новому году уже скоро-скоро.